Первыми на поле вышли мамы и папы юных спортсменов. Главная цель – поддержать своих детей не словом, а делом. Такая необычная поддержка не только поднимает боевую дух футболистам, но и заряжает их близких. Как признаются родители, общее увлечение и личный пример стимулируют детей заниматься спортом еще больше. Более 8 лет у меня ребенок занимается футболом. Мы стараемся всегда присутствовать на матчах, где он играет, стараемся поддерживать команду. Но здесь уже само собой получается, как же без поддержки, без активного образа жизни. Своим примером мы показываем, что спорт, движение – это жизнь, спорт – это будущее. Мордовия-арена всегда с радостью принимает гостей на своем поле и каждый раз поражает не только масштабами, но и теплым отношением к посетителям. Не случайно эта территория была выбрана для юношеской футбольной лиги. Ведь в ней играют молодые спортсмены, впереди у которых хорошее профессиональное будущее. Команд в ЮФЛ-14. Ее инициатор – Российский футбольный союз. Каждая игра для ребят как новый вызов. Они сейчас привыкают играть в новом формате раз в неделю с абсолютно равными соперниками. Потому что, когда играют на чемпионате республики, есть сильные соперники, есть послабжие, где большие разгромные счета, скажем так. А здесь конкуренция. Это позволяет ребятам с каждой игрой плюсик себе в копилочку для повышения своего мастерства как личного, так и командного. Команды, участвующие в чемпионате, играют в два круга – у себя дома и на выезде. В этот раз в гостях на Мордовском поле были футболисты из Нижегородской области, которые, как и хозяева, показали хороший результат. Однако, несмотря на активную борьбу в игре, два гола были забиты в домашние ворота на 46-й и 54-й минуте. Матч закончился со счетом 0-2 в пользу гостей. Следующая игра на Мордовии-арене состоится 3 июля. Валерия Новикова, Сергей Кувакин. Народные новости.